Здарова, народ! И смотрите внимательно, какую обалденную позицию сейчас покажет игрок на кранвагне на карте Перевал. Он будет в одиночку сражаться против гигантской толпы врагов, которые, ну, всеми силами будут пытаться насувать ему полные щеки своих снарядов. Но увидите, что из этого получится. Короче, нам остается только ждать и удивляться, потому что позиции и ситуация, в которую попадет наш герой, будет действительно классная. Итак, ну, начало пока у нас стандартное. Давайте, пока наш герой здесь стоит и ждет, что кто-то из врагов захочет поиграть в морской бой и будет бортом вдоль нашего прицела прокатываться, давайте посмотрим в этот момент составы команд. Да, отмечу сразу, что кранвагну немало так повезло. Во-первых, он попал в бой с девятками. Да, хотелось бы, конечно, вообще в идеале с восьмерками, чтоб просто батя был и всех наджебонькал, но это же было бы уж слишком хорошо, сами понимаете. Ну и еще один плюс этого сражения. Отсутствие сервиса доставки чемоданов. Перурально, так сказать, нету артоводов, как вы поняли, и поэтому можно чуть-чуть наглеть в каких-то моментах, выкатывать на открытые позиции, не боясь получить по лбу себе фугасиками арты. Поэтому это тоже радует. Ну и, собственно, по разъезду видим, что у нас довольно большая проблема сформировалась вот здесь на леднике. Собственно, 268 там в одиночку пытается что-то делать, но если сейчас враги поймут, что тут 1268 стоит, начнут давить уже к нам на базу. Поэтому наш кранваган понял, что здесь дела плохи, уезжает с центра и отправляется поддерживать товарища по команде. Выкатываем из-за угла, или пока не выкатываем, но сейчас проверим, кто у нас здесь желает люлей получить. Опа! Е4. Здравствуй, дорогой. Ничего себе ты открыл приемника. Е4 просто, как я не знаю, как какой-то картонный француз. Какая-то картонная ПТ-шка отлетает в ангар. Обалдеть! Где броня? Е4. Потерял, кажись. За долги собрали броню. На металлолом сдал. Ну ладно, СТРВК сразу же воодушевленный тем, что нам так легко удалось расправиться все-таки с ПТ-10 уровня. Т110Е4 начинает наглеть. Но опять же, посмотрите, там за углом стоит Тайп-5 Хэби. И если он грамотно играть будет, то его нам будет намного тяжелее выкурить. Потому что тут все-таки броня какая-никакая должна быть. Хотя, против кумулей кранвагна, но даже кумулятивы, заметьте, один из трех залетел. Ну Тайп-5 Хэби тоже неплохо так промариновали. Уже прилично хп он потерял. Скоро доведут до готовности и отправят в ангар тоже. Готовим еще один барабан кумулей. Не жалеет наш герой, конечно, голды в этом бою. Опять будете писать мне в комментарии, ой, на голде, тра-та-та. Ну просто смотрите дальше, народ. Довольно сложно выбирать сражения, которые играются не на голде. Потому что среди крутых боев, ну очень много игроки именно на голде катают. Так что, как-то так. 3-4, пора возвращаться назад, наверное, потому что здесь мы с флангом разобрались. Но сама ситуация в бою и по хп, и по счету не особо дает нам мотивацию как-то давить туда вперед уже на вражескую базу. Потому что в любой момент у нас прорвут, собственно, нижний фланг. Вот здесь, посмотрите, 60ТП и Type 61. Что-то мне кажется, они там на честном слове стоят. Буквально, я не знаю, какой-то казантип из врагов их окружает. Сейчас они им таких люлей нашвыряют. То как раз-таки уже у нас появятся прострелы с позиции, где сейчас стоит объект 704. Поэтому смотрите, какой хитрый кранвагн. Прям, я не знаю, продуманный. Постоянно переезжает, выбирает такую себе позицию, чтобы особо не подставляться и накидывать дамаг. Просто хитро выдуманный какой-то. СТБ-1 здесь высовывает свой фейс на нас глянуть. Но тут же быстро прячется, понимая, что какое количество врагов может быть сюда сведено. Он отсюда быстро делал ноги. Стендер-Б приехал. Какой у нас конкуренция здесь за позицию на горочке? Т-30. Опача. Картонный борт. Кстати, там можно и бескумнее обойтись с Т-30-м вполне. Так, а вот, кстати, о чем я и говорил. 50ТП там отлетел. И держать это направление больше стало некому. Сейчас там вообще стоит ваншотный Тайп-61. Чисто на мясо его сдали по ходу. Мне кажется, долго он не продержится. Сейчас первым, кого доберут, мне кажется, будет именно этот Тайпик. Так, братюнь, аккуратно, смотри, бортом не подставься. У меня больше всего сейчас откидается по Т-30, скажу. Т-30 заехал. Что он вот тут где-нибудь подставит свой борт. И нам как-нибудь вот так прострелят и в бочину люлейдно дает. Это вообще-вообще не нужна такая нам ситуация. Перезаряжается. 430-й пошел давить. 2-5-7 уже здесь. Титрить копать. Да какие наглые. 2-5-7 давит. Фуловый почти. Ну, сейчас стендерп это исправит. Сейчас мы тоже поможем исправить его фуловость. Не, ну, 2-5-7, я не знаю. Водой храбрости какой-то попрыскался. Или безумие. Это что-то близкое. Храбрость, безумие. Рядом стоящие. Выехал бортом. Я не знаю. Ну, по-любому он не первый день играет в танки. И, возможно, не первый год. Но неужели он не знает, что здесь постоянно наверху стоят на балконе враги. И они ждут только момента вот такого, как... Такой герой, как 2-5-7. Или вот этот ДНХ будет рашить. Зачем он так выкатился? Еще и борт подставил. Да елы-палы. Вот будь я во вражеской команде и наблюдая вот это действие 2-5-7, честно говоря, у меня подгорело одно заднее место. А вот и 2-5-7. Ну, сейчас мы его успокоим, наконец-то. Ну, а броня не пробита. Танкует. Ну, три снаряда у нас в барабане, поэтому без шансов вообще. Сейчас бы еще вот третий в кого-нибудь впихнуть. О, у нас тут любители подпирать. Ну, 704-й просто разворачивался. Так что сильно обижаться на него не будем. СТБ-1 приезжает. Какой заинтересованный тоже. Стендер-Б, братюня! Да, союзников теряем. Очень мало союзников. Народ, сейчас будет финальный наплыв врагов. Вангую будет очень интересно. Поэтому быстро вам напомню, что спонсоры этого видео ребята с классного сайта ВотКит, где прямо сейчас вы можете получать золото и премтанки. Советую открывать главный контейнер. Мне лично в нем больше всего везет. А если будете пополнять счет на ВотКит, вводите вот этот промокод, который на экране. По нему каждый из вас получит гарантированный подарок-бонус. Каждый запишите промокод. Просто при пополнении укажите на ВотКит. И подарок вам начислится после пополнения. Если что, в закрепленном комментарии все инфа. Можно в любом поисковике ВотКит найти. Все, смотрим. Здесь уже он разобрался со СТБ-1. И начинается тот самый момент про позицию, о котором я говорил. Интересно, как Гриль-15 наш Пердачелло выцелил там сзади. И вот здесь... Ля, как наплывают просто на нас. Ну, Кронваген за счет УВНов и Башни и Барабана должен дефать. Добираем двоих сразу. Удерживаем здесь горку. Они продолжают подниматься. Едет Т-30. Вы понимаете, что наш герой сейчас ваншотный для Т-30. Он просто один щелбан свой отвешивает по нашему лобешнику. И все. Мы этого не переживем. А вот и Т-30 с картонным бортом своим. А мы идеально выбираем позицию за СТБ-1. И вытанковываем снаряды этой американской ПТ. Ну, не красота же. Использовал позицию. Посмотрите, какую толпу рашеров он от Депл. Все в дымине стоит. Посмотри. Т-30. Три семеры. ТНХ. Ксор. Бабаха там сзади выкатывал. Ядрить копать. Просто от таких моментов реально адреналин в крови подскакивает. Внизу гриль-15 стоит. Ждет тоже, когда мы ему люлей засунем. Здесь просто, я не знаю, лесные пожары какие-то происходят. Все. В дыму. А гриль-15 хитрый. Поджался. Так, чтобы нам было очень сложно его выцеливать. И не забывайте, что это ПТ 10 уровня. И спокойно нас одним снарядом она отправит в ангар. Но посмотри, какую позицию выбирает наш герой. Гриль не может поднять орудия. А мы сверху вниз его отправляем в ангар. И оформляем медаль пула. Колобанова. Десятый фраг и победу. Народ, не забывайте про розыгрыш голды в этом видео. До 10 тысяч золота можно выиграть. От нашего канала лайк, подписка, колокольчик. И позитивный комментарий с игровым ником и детконтакта. Простые условия. А мы смотрим итоги. Итого у нас медаль воина. Основной калибр. Пул Колобанов мастер. Больше 10 тысяч урона. Шикарная позиция на карте Перевал. Если до этого мы с вами смотрели подобную позицию от нижнего Респа. То теперь глянули, что и сверху можно делать что-то подобное. Нам очень помог СТБ-1, по-моему, от которого мы прятались. Не забудьте, ребят, поддержать ролик пальцем вверх. Вниз под ролик спускайтесь. Нажимайте этот лайк. Это очень важно. Вверху справа прошлое видео. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.